НИСАН ИКСТУР НИСАН ИКСТУР Я считаю прямо уникальным событием И когда мы пришли к тому, что мы все-таки будем это делать Я буду выступать на протяжении всей зимы В рамках всего тура в разных городах России Это, конечно, круто Всегда здорово делать что-то необычное И фристайл, мотокросс и зима – это уже необычно В силу мороза, в силу зимних ветров В силу разности температуры, зацепа Огромная работа со снегом и всем остальным Поэтому это X-тур Я безумно рад, что стал частью этого тура Начиная с Рачан, конечно же, всегда страшно делать первый раз то, чего ты до этого не делал И для меня, как и для всей команды, это был первый опыт подобного типа Первый раз в жизни я прыгал на приземлении для фристайл-мотокросса, построенной из снега То есть у меня было понимание, что мы должны покрыть его фанерой У меня было понимание, что мы должны впаять деревяшки У меня было понимание, что мы там покроем это резиной Но до этого мы никогда этого не делали И у меня не было окончательного понимания, как все-таки в итоге это будет работать И будет ли, не сломается ли фанера Будут ли правильные углы, насколько это реально сделать ретраком, чтобы не ошибиться Поэтому в Срачанах было достаточно непросто, особенно на первой раскатке Именно перед первым прыжком, даже дело не в первом флипе, а именно в первом прыжке Когда ты едешь первый раз в рампу Я помню, как сейчас, там был огромный стол безопасности Потому что это было также приземление и стол для сноубордистов и лыжников И моя рампа стояла впритык к нему Соответственно, мой глазомер не воспринимал расстояние То есть мне нужна была опорная точка где-то там То есть мне нужно было открывать газ и лететь туда А я видел перед собой просто снежную стену И это приравнивается, в принципе, к прыжку вслепую Ну и, конечно же, мороз минус 18, минус 20 тоже сделал свое дело Потому что чуть по-другому работает мотор, по-другому держит резина По-другому делаются трюки, потому что тело не набирает нужную температуру Соответственно, по-другому гнешься Все это собралось воедино И все это еще на первой остановке гиперответственность Хочется все сделать и хочется, чтобы все было очень круто После первого прыжка я попал просто идеально в зону приземления И тут же буквально с второго-третьего прыжка начал делать трюки И, соответственно, когда ты уже стабильно попадаешь туда, куда надо Флип и все остальное уже становится И это может быть И это может быть после первой остановки после срачан я немного так можно сказать так выдохнул то есть у меня появилось понимание что мы можем это делать мы можем это делать зимой то есть у меня появилось понимание что мы в принципе должны делать на следующих остановках и все должно быть плюс минус идентично но не тут то было приезду в питер мы столкнулись с новыми проблемами это и очень сильный ветер порывистый и маленькое приземление маленькая зона выката потому что было не настолько разжатая площадка какая была в срачанах потому что срачаны на этом фоне уже были в принципе достаточно простым сетапом вот так же у меня появились некоторые трудности с зацепом вдруг внезапно пропал зацеп первый раз жизни потому что часть ленты по которой я разгонялся она была немножко из другого материала и шипы просто при температуре плюс 3 перед 0 плюс 3 перестали держать потому что была вода и не было зацепа был зацеп только в рампе весь мотоцикл в краске потому что ребята покрасили панерой приходили чтобы панера была белая водяндочкой да хотели сделать как лучше но после первого выезда весь мотоцикл стал белым и также есть у нас небольшие проблемы с зацепом на резинке потому что в срачанах было минус 20 все держало как надо здесь все растало и все в воде и зацеп куда-то пропал поэтому сейчас мы всевозможными силами боремся с этим и надеюсь что на первом выезде все будет окей до последнего я с этим боролся кончилось все тем что я стал разгоняться не с 25 метров как положено а там наверно с 30 40 чтобы прокатывать эту часть лента просто огромным ходом и в рампе уже делать то что то что нужно но и с этим мы как бы справились всей командой не один здесь спасибо огромное абсолютно всем кто принял в этом участие одному конечно совладать с такими трудностями нереально да а и а и а и и и и и Команда играет огромную роль для меня. Я считаю, что когда с тобой побок ребята Кирилл Гаврилов и мой папа Геннадий Колесников отвечают за техническую часть. Они мне помогают с постройкой в каждом городе. То бишь Кирюха очень круто умеет шипеть, выравнивать углы. Он четко понимает, потому что сам в прошлом райдер. И как бы тоже, я думаю, еще вернется к этому не раз. И ему, в принципе, я доверяю практически как самому себе, потому что я точно знаю, что он понимает. И видит теми же глазами, которыми и вижу я. Отец, в принципе, уже давным-давно со мной. Он также в теме, он также знает и понимает, что должно быть. Какая резина где должна быть, как должна стоять рампа, так или не так. Также наши операторы, да, саньки, которые профессионалы абсолютно в своем деле, они буквально как змеи расползаются по склону и знают, где должны стоять, где захватить какой ракурс, да, то есть откуда лучше снять. Казалось бы, я только пытаюсь подумать и махнуть, и чуваки, давай туда. И только смотрю по сторонам, пытаюсь найти кого-то, они уже все на позициях, уже находятся в тех местах, там кто-то за пригорком, кто-то за деревом, кто-то там под снегом, кто-то еще где-то. Вся команда шагает со мной в ногу, это очень здорово. И Антоха Малышева, который является очень крутым менеджером и спортсменом, и также снимает параллельно и вруливает какие-то вопросы, которые появляются спонтанно, за что тоже огромное спасибо и респект. Макс Пащечник, да, который также нам помогает во всех направлениях, да, и контролирует все на площадке, и контролирует поток, и вообще все-все-все-все-все абсолютно. Вот, это очень здорово. Хочу сказать одно, что когда рядом с тобой такие люди, делается все просто на одном дыхании, когда они одинаково мыслят, одинаково двигаются, одинаково работают, вне зависимости, надо ли тащить что-то, либо ехать, либо прыгать, все в одну клюю, все заодно, то есть это очень круто. Для меня правильная команда – это правило номер один. Серега, пусть он тоже в этот район сразу под рампу, тоже выглаживает нормально. Посреди тура после Нижнего Новгорода мне пришлось поменять мотоцикл, я пересел с привычного уже Yamaha YZ 450F 2014 года на новую Honda CRF 450 2016 года. Это совершенно два разных мотоцикла, то есть уйма времени и также ушло на переподготовку подвески, у нее пневматическая вилка, которая требует особого внимания, на морозе воздух уходит, нужно постоянно подкачивать, потом по ходу выступления расширяется, вилка становится жестче. Тяжело, когда все собирается в одно и становится одной большой буквой «Х». Но тем не менее, благодаря моему отцу у меня есть определенный запал, я с детства привык бороться с трудностями и, в принципе, никогда их не боялся и не боюсь. Черт побежал! Бери! Горкий город! Мы в Сочи! Очень крутая погода, все очень здорово и позитивно, но впереди, на самом деле, очень много работы, и я прекрасно понимаю, что здесь предстоит преодолеть немало трудностей, немало сложностей по стойку, поскольку весь сетап находится там же, где и проводится New Star Camp на 2200. Очень много работы с площадкой, потому что нужно перелопать огромное количество снега, нужно построить правильный приемник, также нужно поднять туда рампы, мотоцикл, то есть это не вынуть мотоцикл из машины, сесть и поехать. Уверен, что будет очень большая разница, на 2200 нет даже понимания, как будет работать мотоцикл. Будут перенастройки мотора, у меня нет пока понимания, будет ли тот хлопок, который мне нужен в рампе, и вот нужно будет бороться с этими трудностями. 2200 делает свое дело, дышится по-другому, все по-другому, но как бы в целом, думаю, что хорошая погода, крутая компания, крутая команда сделает свое дело и уверен, что все будет очень круто. И для меня это, к тому же, первый опыт, это будет первый опыт в принципе в стране прыгать в горах на такой высоте, на кроссовом мотоцикле в рамках самого крупного сноубордического лагеря. Ветер встречный, ведущий, сильный, мотора нету вообще. Типа того, просто мне важно понимать, будет он крутиться или нет. Перелет, если ты его подальше. Я не знаю, что мы будем делать, если будет вот так. Снег пошел, сейчас еще хуже будет, смотри, какая тут еще делится. Снег пошел, сейчас еще хуже будет, смотри, какая тут еще делится. Из-за погоды вчера, к сожалению, не получилось у нас закончить то, что начали. Поскольку поднялся сильный ветер, было задянуто полностью небо. Сегодня вернулись еще раз, перенесли все на сегодняшний день. Погода пока шепчет, с ветром пока вроде тоже все в порядке. Думаю, самое время переодеваться и пробовать. Продолжение следует... Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok